МАЛЕНЬКИЕ МЕЧТАТЕЛИ Всем большой привет, друзья! Вы на канале Маленькие Мечтатели. На нашем канале давно уже не было слайд-обзоров про новые серии куколок Лол. Поэтому я решила вас порадовать новым видео. К тому же в Инстаграм как раз всплыли фоточки последних новиночек Лол Индустрии. Многие считали, что серия Винтердиска будет последней новинкой этого года. Но коллекционеры Лол не дремлют и знают, что компания AMGA любит удивлять своих покупателей сезонно. То есть, другими словами, новинки у них появляются чаще после Нового года, весной, летом и как раз перед Рождеством. Сегодня я вам хочу показать и рассказать о новой серии куколок Лол ОМГ. А также мы с вами поговорим, где на Али можно купить и собрать себе куколку Лол ОМГ по частям в 3 раза дешевле, чем оригинал. Обсудим также последнюю довольно странную новинку. Это куклы Лол Хэйр Вайпс с липучками вместо волос, на которые крепятся парики. Они идут в комплект с куклой. А также сегодня в Инстаграм всплыли фото новой серии Лол Бойс. И я вам расскажу, какие девочки Лол обзаведутся братиками. Кстати, если вы еще не подписаны на наш Инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что именно там я стараюсь выкладывать самые первые фоторепосты новинок Лол Индустрии. Так что, если хотите узнавать первыми о новинках Лол или просто любите красивые фоточки куколок, обязательно проходите по ссылочке внизу и подписывайтесь. Кстати, буквально вчера я выложила фото нашей подделочки Лол ОМГ Леди Дива, распаковку которой мы делали вместе с вами. Я изменила ее прическу, сделав прошивку ее челки. И я буду рада, если вы оцените мою работу. Первое, о чем мы с вами сегодня поговорим, это, конечно же, вторая серия Лол ОМГ. Нет, не о Винтердиско, а об официальной второй волне. В Инстаграм гуляют фото трех куколок. Но и списка официальных кукол второй серии, готовящихся к релизу, на фото только одна. Список, как вы поняли, тоже слили в интернет, как и имена куколок. На первом фото мы видим старшую сестру куклы Бон Бон. Звать ее будет Кэнди Лишес. На других фото кукла с золотистыми волосами. Некоторые предполагают, что это сестра Драк Рейсер. И куколка с черно-белыми волосами. Предположительно, это старшая сестра куклы Хейер Голл с первой волны Янг. Но лично мне кажется, что это опять же куколка из лимитированной версии. Также из заявленного списка кукол ОМГ нам следует ожидать фото сестренок Кэнду Бэйби, Грандж Гюро и Эндепендент Квин. Ну а весной Энджей порадует нас третьей серией кукол ОМГ. Она так и называется, весенняя серия. Но фото этих куколок пока еще в сети не появились. Из всех представленных куколок я больше всех ждала Бон Бон и Битник. Первые фото Бон Бон меня разочаровали. Потому что даже ОАК на кукле Суэб, который я видела на ютуб канале у известного блогера, выглядел более милым, чем представленное фото. Но сделаем скидку на то, что кукла нам была представлена без модного наряда и аксессуаров. И также я, как и многие поклонники Лол, удивлена выбором кукол для второй волны ОМГ. Ведь были и другие довольно интересные образы для старших сестренок. Как думаете? На Алиэкспресс можно найти много полезного, а также и оригинальных куколок Лол. Но если раньше хитрые китайцы заимствовали с завода только головы куколок ОМГ, то теперь на просторах Али можно найти и их оригинальные тела. Правда не от всех куколок, а лишь от первой волны ОМГ. Это Дива, Неон и Ройл Би. Также есть тела от MC Swag, Crystal Queen и Долли. Но их тела продаются без оригинальных фирменных ладошек. Правда и стоят они в половину дешевле. В общем, куклу собрать целиком можно. Есть даже аксессуары. Ах да, не могла вам этого не показать. Кукла за 50 тысяч рублей. Интересно, это для привлечения внимания или китайцы всерьез думают, что кто-то купит Космик Новый по такой цене? И еще немного про Алиэкспресс. Все мы помним куколок, которые внезапно появились в продаже на Али, и никто не знал, что это за куклы. Так как их не было ни в одной из серий кукол Лол. Секрет раскрыт. Куколка Орли Кин в черно-белом цвете, скорее всего, относится к новой серии Лол, которая называется Night Glow, то есть ночное сияние. К сожалению, вкладыша у нас пока нет, и мы можем только оценить внешний вид шарика. И мы плавно перешли к другой куколке, которая также мелькала на Али. Это рыжий блестящий мальчик, который появился в продаже одновременно с куклой Орли Кин чуть больше полугода назад. И сейчас обе эти куколки пропали с продажи. Что самое интересное, этот мальчик появился в продаже еще до официального релиза первой серии Лол Бойс. Внешне он напоминает знаменитого певца Элтона Джона. Ну а вчера мне на глаза попался вкладыш второй серии Лол Бойс. И как вы думаете, что за мальчик красуется в глиттерном клубе? Все верно, тот самый Элтон. Только зовут его здесь Кинг Пиано, то есть Король Пианино. Но у него здесь почему-то совсем другая прическа. Итак, давайте-ка посмотрим, чьих братиков нам стоит ожидать в второй волне Лол Бойс. В коллекции по-прежнему 8 мальчишек. Капитан Кью Би. Это братик Чир Кэптон. Дриблесс. Братик Хопс МВП. Бич Бой. Братик Сёрфер Бейб. Бро Чир. Братик Сис Чир, которая попадается в 4 серии Декодер. Мод Бой. Тут я сделала предположение, что это может быть братик либо Гоу Гоу Герл. Ведь по стилю их одежда подходит. Но я не уверена, возможно это братик Черри из второй серии Кукола Клоу. Ну и конечно же Неон Гай. Братик Неон Кью Ти. И Свэгин. Братик Эмси Свэг. Он же красуется на обложке шариков новой серии. У ультра редкого короля Пианино еще нет сестренки. Но надеемся, что она появится в новых сериях. Но как по мне, если сравнивать первую серию мальчиков со второй, то первая смотрится как-то более выигрышнее и интереснее. Из второй серии мне пока понравился Мальчик Сёрфер. Ну и конечно же, как обойти стороной еще одну новинку. Это Лол Хейр Вайбс. Это не что иное, как куколки со сменными париками, которые крепятся на большую липучку, закрепленную на голове куклы. Коллекция насчитывает 12 куколок. Помещены эти куклы в классические шарики по 15 сюрпризов каждому. Но они чуть большего размера, чем оригинальные шары Лол и по своему дизайну чем-то напоминают Лол Хейр Голлс. Помню, что когда я впервые увидела фото этой коллекции, я уже обрадовалась третьей волне Хейр Голлс. Но, посмотрев видео распаковку, была разочарована. Не знаю, как вам, но мне не особо понравилась идея разбирать голову куклы по частям и надевать на нее парик. Эти куклы, хоть и в новых образах, чем-то напоминают малышек из большого чемодана Лол Декодер. Кажется, МЖА начинает повторяться. И вот вам спойлер на будущее. В том же списке, который я показывала заранее, значится питомцы с настоящими волосами. Так что ждем фото питомчиков с париками. Или, может быть, с настоящими волосами. У каждой куколки в комплекте идут два парика, а также шапочка. Создатели задумывали этих куколок таким образом, чтобы можно было по желанию менять стиль их причесок. Для этого голова куклы разделяется на две половины, оставляя только челочку. И посередине красуется огромная круглая липучка, на которую, собственно, и крепятся парички. Из-за этой своей особенности куколки этой серии умеют только лишь менять цвет. Все куколки во вкладыше очень красивые и необычные. Тут даже есть мальчик с волосами. Но, к сожалению, не знаю как вам, а мне вживую они не особо понравились. Цена у этих куколок будет выше, чем у Лол Хейр Голлс. Почти 16 долларов. Возможно, я приобрету один шарик для коллекции. Пока не знаю. Но что-то я разочарована новинками. Такое чувство, будто у компании МЖ закончились идеи. Ну что, ребята, на сегодня это все новости. Подписывайтесь на наш канал, а также на наш инстаграм, чтобы быть в курсе всех новинок. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Ну все, всем пока. Ставь лайк. И подпишись на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok